Объявленный в этом году год экологии стал мощным стимулом для развития самых разных программ. Сбережение энергии – одно из приоритетных направлений в республике. В детских садах уже реализуется проект по эффективному потреблению энергоресурсов. Детский сад номер 204 – яркий пример в прямом смысле слова. Во всех помещениях установлены энергосберегающие и экологически безопасные лампы. Они не только повышают качество освещения, но и долго служат. Датчики движения реагируют на появление людей. Кроме того, лампы включаются, когда становится темно. Этот проект выгоден не только с финансовой стороны. Он позволяет привить детям бережное отношение к ресурсам. Все это направлено на то, чтобы дети научились беречь нашу природу, энергоресурсы. Наша Россия – богатая страна, но я считаю, что юные граждане России должны с детства относиться бережно к воде, к электричеству, к газу. А тем более детки, они играют и именно в игре очень хорошо все это усваивают. Специалисты из Музея занимательных наук Эйнштейна привезли в садик целую лабораторию. Опыты со статическим напряжением и водой вызвали восторг не только у детей, но и у взрослых. Что с ним станет? Начнется испарение, выделение этого самого газа. Такой подход к экологическому образованию приносит свои плоды. Маленькие граждане уже осознают свою ответственность перед природой. Мои руки смываю и выключаю. Когда я ухожу, я выключаю свет. Я буду очень велищно относиться к воде и свету. Кстати, о воде. Опыт энергосбережения есть и в детском саду номер 7. Там была опробована практика сенсорных кранов. Они позволили уменьшить расход воды на 40%. Нас всю жизнь, конечно, еще с советских времен воспитывали, что нужно экономить и электричество, и энергию, и нашу природу. И хорошо, что сегодня на этих опытах показывают детям, что нужно это делать в любое время. Бережное отношение к ресурсам не имеет территориальных границ. И не важно, дома ты или на работе, в гостях или на улице. Наш дом один – это земля. Татьяна Филатова, Расиль Мухаммедов, Республика.